Доброе утро. Еще раз всем тем, кто к нам присоединился. Я хотела бы сказать, что мы сегодня с Сашей выглядим не так мрачно, как вы могли бы подумать. Просто сегодня понедельник, и поэтому мы решили нарядиться немножечко строго. Но мне хотелось бы продолжить эфир. И уже прямо сейчас в нашей студии находится Елена Сидорова. Это генеральный директор «Крым. Медстрах». Доброе утро. Доброе утро. Как началось ваше утро нового дня? Ну, наверное, я бы сказала необычно. Я первый раз у вас в гостях. Ну что ж, надеюсь, не в последний, потому что мы рады вас видеть. Сегодня мы обсуждаем очень животрепещущую тему. Ведь известно, что здоровье – это то, что беспокоит абсолютно каждого. Скажите, пожалуйста, что есть такое медицинское страхование вообще? Ну, так вот образно, одним словом. Медицинское страхование, обязательное медицинское страхование – это возможность получить медицинскую помощь бесплатно, абсолютно на основании полиса обязательного медицинского страхования. Как его можно получить? Вообще он всем предполагается? По обязательному медицинскому страхованию застрахованы абсолютно все граждане Российской Федерации. Еще некоторые категории, но есть категории исключения. Это военнослужащие, сотрудники МЧС, МВД и так далее. Вот такие подразделения. Скажите, ну вот, казалось бы, лично я ничего не плачу из своего кармана. Но, тем не менее, полис у меня есть. Если что, я точно знаю, что мне окажут помощь. Откуда берутся деньги? Деньги перечисляет за работающих граждан его работодатель, а за неработающих перечисляет субъект Российской Федерации. Ну, смотрите, а если у вас сникли какие-то проблемы при получении медицинской помощи, кому и куда обращаться? Тогда нужно обращаться к своему страховому представителю, в свою страховую компанию. Вот к этому мы вас и подводили. А что и кто есть такой медицинский представитель? Это тот, который ходит по врачам и говорит, вот у меня самые лучшие таблетки? Нет, я сейчас говорю о страховом представителе. Страховой представитель — это сотрудник страховой медицинской организации, который занимается тем, что как раз организует информационное сопровождение граждан, организует оказанием консультативной помощи, какую-то оперативную помощь при необходимости оказывает, организует проведение экспертиз, если это нужно. То есть это человек, который профессионально разбирается в организации обязательного медицинского страхования, и если у кого-то возникает необходимость, он может оказать необходимую помощь. То есть, грубо говоря, если бабушку плохо пролечили, как она считает, она может обратиться к такому агенту, и он разберется, плохо ее лечили или хорошо? Это абсолютно правильно. Если у человека возникают какие-то проблемы, в том числе он считает, например, что ему некачественно оказали медицинскую помощь, или, например, его вынудили заплатить за то, за что он не должен был платить, тогда человек обращается в свою страховую компанию, пишет заявление, это заявление рассматривается, проводится экспертиза при необходимости, и если выясняется, что жалоба человека вполне обоснована, тогда в медицинскую организацию направляется акт экспертизы с рекомендациями по устранению этих нарушений. Если это было взимание денежных средств, значит, тогда медицинская организация предписывается эти денежные средства вернуть. Если это жалобы на, например, качество медицинской помощи, тогда предписывается, что необходимо сделать то, что не было сделано для пациента, проведение каких-то обследований, например, или организация каких-то консультаций врачей и специалистов. Именно так это и происходит. То есть, если человека недообследовали, то после выяснения обстоятельств, если они такими окажутся, то ему могут оказать недополученный комплекс услуг? Да, все верно. Ну, то есть частных это абсолютно никак не касается, это касается только государственных учреждений, где мы проходим лечение по полюсу. Вы имеете в виду частные медицинские организации? Нет, у нас есть частные медицинские организации, которые работают в системе МС. Для того, чтобы медицинская организация начала работу в системе МС, она должна заявить об этом в своем желании, специальным способом, об этом медицинские организации знают. И если медицинская организация частной формы собственности решила оказывать эту помощь, тогда она наравне со всеми остальными может заявиться и оказывать ту помощь, которую она в состоянии оказать. Скажите, а насколько активно и с каким желанием идут частные лица на контакт с системой МС? Я имею в виду частные предприниматели. Частные медорганизации идут, потому что у нас на сегодняшний день, например, и гемодиализ оказывается в медицинской организации частной формы собственности, и высокотехнологичные виды медицинской помощи там оказываются, и экстракорпоральное оплодотворение, и обычная амбулаторная помощь, в том числе стоматологическая. Идут. Поэтому если возникают какие-то вопросы, проблемы, вот неважно, где человек получил медицинскую помощь, хоть в частной, хоть в государственной медорганизации, он все равно может в страховую компанию, к страховому представителю, да, не к агенту, к страховому представителю именно обратиться и получить необходимую консультацию. Вы знаете, я бы хотел, скажем так, внести некоторую ясность. Очень многие люди думают, что у нас медицина бесплатная. Ведь это же ошибочно. У нас медицина не бесплатная, она оплачивается, но за счет компаний страховых. Медицина для наших людей, она бесплатная. Но, естественно, медицинские организации, они получают деньги за ту работу, которую они провели. Эти деньги, как я уже говорила, складываются вот из тех денежных средств, которые поступают и от работодателей, и от страхователя неработающего населения. Медицинские организации ежемесячно подают счета в страховые компании и получают деньги за оказанную помощь. Мне кажется, просто я почему вас попросил уточнить, это был такой миф, что бабушки, вот, все бесплатно. Нет, к сожалению, ничего бесплатного не бывает. Медицина – это высокоточная, высокосложная наука, которая, безусловно, бесплатной быть не может. Кто-то доплатит за нее. Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, как получить консультацию, как правильно выбрать своего страхового представителя и вообще, в принципе, как понять, нужен он или не нужен, куда обращаться. Может быть, у вас есть какой-то адрес, где вы консультируете, или, может быть, ваши сотрудники. Да, каждый застрахованный, когда он получает медицинский полис в страховой компании, то вместе с медицинским полисом он получает памятку для застрахованных лиц. В этой памятке, помимо того, что прописаны его права и обязанности, указаны все контактные данные его страховой компании, в том числе телефон горячей линии. Поэтому можно обратиться на горячую линию страховой компании, можно прийти в офис, написать. Сейчас, вот уже в этом году, у нас появилась такая новая возможность обратиться к своему страховому представителю. Это телефоны прямой связи. Они у нас в поликлиниках расположены. Сейчас уже 15 телефонов по всему Крыму, и до конца года планируется еще дополнительная установка. То есть, если человек находится, например, в медицинской организации, у него возникла какая-то сложность, возник какой-то вопрос, он может просто снять трубку, нажать на кнопку с названием своей страховой компании, и, соответственно, ему на том конце провода ответят. Ну, если вдруг человек какой-то причине запамятовал название страховой компании, тогда он, в принципе, может на любую кнопку нажать с любым названием, он консультацию все равно получит. Ну, либо если вопрос находится не в компетенции страховой компании, тогда он получит информацию, куда ему нужно с этим обратиться. Есть возможность, кроме этого, обратиться лично к страховому представителю, так сказать, глаза в глаза. Потому что есть такой у нас метод работы, это дежурство страховых представителей в медицинских организациях. По утвержденному графику с определенной периодичностью страховые представители в медорганизациях дежурят, поэтому можно подойти там и получить их консультацию. Ну, и еще один вариант для так называемых, наверное, маленьких, скажем, медицинских организаций, ФАП, амбулаторий, туда страховые представители осуществляют тоже периодические выезды. Вот завтра, к примеру, у наших страховых представителей три выезда. Новоселовскую амбулаторию Симферопольского района и два фельдшерско-акушерских пункта в Белогорском районе, село Русаковка, и Розовая, это Алушта. Поэтому, если у жителей этих сел возникнут какие-то вопросы или есть вопросы, они завтра могут подойти с 9 часов утра и получить консультацию страхового представителя. Ну, наш эфир подходит к концу, но я все равно хотела бы задать еще последний вопрос. Мне очень интересно, вы уже существуете на протяжении нескольких лет, как у вас по статистике, ну, примерно, возрастает, увеличивается, либо наоборот падает количество желающих обращений? Количество обращений? Количество обращений растет. Не боятся люди? Растет постоянно, нет, люди не боятся, люди обращаются, много вопросов, связанных не только с тем, что у человека сложности какие-то возникли при получении медицинской помощи, но вот именно консультативных, когда люди хотят получить медицинскую помощь, но не знают, например, с чего начать, куда пойти, где получить ту или иную услугу. Много вопросов по диспансеризации задают. Поэтому количество обращений растет, растет значительно, и это очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наши жители обязательно будут обращаться, не будут бояться. Ну, а я напоминаю, была у нас в гостях сегодня Елена Сидорова, генеральный директор Крым-Медстрах. Спасибо большое за беседу, ну, а мы продолжаем наш эфир.